Друзья, всем Маткульт привет! Это новостной выпуск сентября 2023 года. Где я записываюсь? Ну, сами видите где. В Адыгейском государственном университете. Более того, прямо тут, вот в этом зале, скорее всего, и произойдет то самое событие, о котором так долго говорили большевики, зачеркнуто, о котором так долго говорил Саватеев. А именно мой юбилей 50 лет. Он будет проходить в Адыгейском госуниверситете в виде ежегодного мероприятия «Экономикон» Адыгейского госуниверситета, то есть конференции по экономике в самом широком смысле слова, где приглашаются и смежные науки, ну и вообще все интересные люди, которым есть что сказать, будут здесь обмениваться мнениями, обсуждать что-то, философствовать. Вот, это все будет 13, 14, 15 декабря. И это последние новости, когда я всех на это мероприятие зову. То есть, грубо говоря, тем, кто в течение, ну там, допустим, двух недель после этого момента еще мне пришлет письмо по электронной почте, что он едет, тех мы включим, так сказать, в список, а тех, кто не пришлет и, например, решит приехать вот в ноябре, посидит, посидит и скажет, о, поеду к Саватееву. Тоже можно, но уже вы полностью, как бы вся организация, да, то есть вы будете сами выяснять, где там сейчас пишут, где какие мероприятия будут, да, вы приедете сюда, скажете, а где здесь день рождения Саватеева там, а вам на улице скажут, да, вон, все знают здесь, или наоборот, да никто не знает ни про какой день рождения Саватеева. То есть вы можете приехать даже в последний момент, решив сами здесь как-то поселиться там и искать внутри Адыгейского госуниверситета все наши мероприятия. Это можно, но если вы напишите мне письмо, еще раз повторяю, я вас включу в официальные списки, с которыми будет совсем другое обхождение, куда будет приходить там информация, там, изменилась программа, теперь у нас вот такой-то лектор, а вот появилось там вот такое мероприятие, вот тогда-то ждем там, всех собираем на вокзале в Краснодаре, да, кто едет поездом, ну, понятно, да, вот вся эта сопроводиловка будет для тех, кто напишет мне письмо. Вот, так что я еще раз, значит, повторяю, что приглашаю всех на празднование моего 50-летия в Майкопе с 13 по 16 декабря. Еще одна новость, которую я повторяю из раза в раз. Под моим руководством существует такое движение «Родная школа», которая собирает различную информацию по местам от того, что творится в образовании, да, в школах, в вузах. Собираем разные отзывы, разговариваем с живыми учителями, там, по зуму или даже иногда очно, пытаемся делать какие-то выводы, публикуем свои собственные мнения по этому поводу. В общем, это такое движение, совершенно народное движение по защите школы, впрочем, пока не очень преуспевающее в таковой защите, но, по крайней мере, знать – это уже полдела, да, как я часто говорю. Знать и понимать, что происходит – это уже полдела. И иногда появляются такие запросы, скажем, я там посмотрел некий текст, Кравцов Сергей Сергеевич выступил, рассказал там про результаты ЕГЭ. Ну и, значит, нам нужно срочно оттоптаться по нему, ну в каком смысле? Не в прямом, естественно, смысле. Нам нужно объяснить, почему то, что он сказал, не имеет никакого отношения к уровню образования и исключительно имеет своей целью, чтобы он в дальнейшем сохранил свою позицию министра. То есть, почему самые важные моменты он под ковер замотал, а несущественные он объявил. Ну и то, что там в несущественных моментах тоже могут быть какие-то огрехи, ошибки. И тогда мне нужен какой-то помощник, который быстро это сделает, пришлет нам вовремя, и мы, значит, можем материал опубликовать. Ну и вообще, в целом, мне нужны часто помощники для того, чтобы транскрибировать какое-то выступление, систематизировать проблемные вопросы по российской массовой школе, может быть, там какие-то презентации мне приготовить. Ну, в общем, есть много дел, которые я бы с удовольствием поручил помощникам, добровольным, значит, участникам движения «Родная школа». Все, кто готовы иногда помогать, пишите вот сюда, вот на этот адрес Вере, моей помощнице, и вступайте в наш, значит, ну, вступайте просто в наше движение. Новость номер три состоит в том, что в проекте на 2024 год в общем государственном экзамене, в ОГМ, то есть в экзамене с девятый класс, будет разрешен калькулятор. Ну и по этому поводу Сергей Сергеевич Коровцов написал, что, ну, это мы делаем, чтобы дети из-за ошибок, вот таких вот глупых, обидных ошибок, они вот, нам же надо проверить, как они думают, как они мыслят, там, вот они должны творчески решать задачи, да? Но понятно, что ни о каком творчестве речи не идет, потому что задачи от года в год примерно одинаковые, и если еще и разрешить калькулятор, то тогда на самом деле будет все наоборот. То есть мало того, что все задачи решаются по шаблону, но еще и считать не надо. То есть в результате как бы все будут выпускаться из школы, естественно, тут же вырастут все показатели, Коровцов радостно отчитается перед Путиным, но реальные знания будут нулевыми. У всех, кто, так сказать, не хочет даже устным счетом заниматься, у всех будут нулевые знания. То есть знания будут не нулевыми только у тех, кто осознанно будет их получать в этом случае. То есть это уж полностью снимает всякую обязательность со школьного процесса, что с нашей точки зрения губительно на нем скажется. И мы об этом опубликовали в Телеграме, значит, пост. Ну и я это повторяю здесь. Если вы хотите аргументацию, то, значит, Телеграму, Телеграм заходите. Ну и также очень много моих коллег и соратников по движению спасения школы тоже пишут, что это как бы последний гвоздь более-менее в массовую школу забивается. Так что, может быть, они еще передумают. Посмотрим. Да, но вместо того, чтобы прислушиваться к мнению педагогов, педагогов и людей, которые о массовой школе заботятся, их теперь, наоборот, преследуют. Вот замечательные есть такие Наталья и Антон Волковы из Санкт-Петербурга, из движения обучения ПРО, на которых в Дзене пожаловались, кто-то пожаловался, сейчас они выясняют, кто. И им заблокировали целых пять очень таких публикаций, проблемных публикаций про массовую школу, про нехватку учителей, про чудовищную ситуацию с зарплатами в этой отрасли. Заблокировали как несоответствующие действительности, как нарушающие авторские права, ну какая-то, в общем, муть. В общем, вместо того, чтобы вопросы решать, их теперь запрещают формулировать. Ну, мы, значит, пока пытаемся все-таки их формулировать. Мы призываем Министерство просвещения прекратить охоту за честными людьми, а наоборот, стараться с ними входить в контакт, в какое-то, может быть, продуктивное взаимодействие. Вот. И по этому поводу у меня есть два обращения. Одно Молоткову про ситуацию в Москве, и одно Кравцову про ситуацию во всей России, о том, что и как можно менять в области массовой школы, чтобы был какой-то от этого прок. Вот. Ну, про ситуацию в ВУЗе мы поговорим как-нибудь иначе. Но письмо, которое мне пришло из одного из университетов, региональных главных университетов, одной из областей, значит, средней России. Оно очень характерно, в принципе, для всех ВУЗов России, кроме, там, десятка или двадцатка самых сильных. И я его здесь просто приведу без купюр, вот тут внизу. Смотрите, пожалуйста, содержание этого письма. Если не влезет по объему в аннотацию, я пришлю ссылочку на него. Ссылку нажимайте и читайте. Честно скажу, что в отличие от школьной реформы, которая примерно понятна, как должна выглядеть, что делать с ситуацией в ВУЗах, непонятно даже мне. Поэтому просто надо, ну, как это сказать, констатировать катастрофу и думать, куда дальше плыть. Вот, ну и вот самое внизу, это констатация. Новость номер четыре. Я хочу очень сильно поблагодарить некоторого анонимного человека. Его зовут Тимур. От него приходит раз в месяц или даже чаще. Очень серьезное пожертвование. Значит, и каждый раз надпись маткульт-привет. Дорогой Тимур, спасибо тебе огромное. Я просто там, вот, низкий поклон. Я не знаю кто ты, ты мне никогда не писал. Человек, видимо, скромный. Вот, Тимур А. Точка написана. Ну, там в Сбербанке, да, когда приходит, там обычно от фамилии остается буковка. Вот. Ну и всех я, в принципе, приглашаю присоединиться к Тимуру. У нас есть бусти. Вот здесь вот, соответственно, можно подписаться на бусти, а можно просто переводить на счет, как делает Тимур. То есть, есть два способа поддержать всю нашу деятельность. И мои интернет-лекции. Ну и в целом, значит, все, что мы делаем, очень сильно зависит от вашей поддержки, дорогие друзья. Спасибо огромное всем, кто на бусти подписан. Если честно, без вот такой значительной подписки, ну, наверное, мы бы уже, в общем, голодали. Вот. А так как-то вот как-то живем. Пока. Спасибо всем огромное. Не бросайте нас, продолжайте подписываться. И мы будем продолжать нашу деятельность. Так. Новость номер четыре состоит в том, что на Степике вышел курс «Математика для всех», который до этого давно-давно был собран на Курсере, когда еще Курсера дружила с Россией. Потом, значит, после того, как началась специальная военная операция, Курсера прокляла, значит, наш общий российский дом, и в том числе убила и математический курс, потому что я не знаю, каким идиотом надо быть, чтобы принять решение после начала военных действий убить курс по математике. Но они его убили. И, соответственно, остались какие-то файлы, исходники, которые мы долго собирали. Ребята, которые меня записывали, от всей души подарили нам эти файлы. Спасибо ребятам огромное. Саше Купцов, тебе спасибо. Всей твоей команде спасибо. Саша Маширин, свистеха, который все это пересобрал, со всей его командой. Андрей Михайлович Рогородский, который это профинансировал. Друзья, всем, кто помогал, всем, кто это делал, мой низчайший поклон. И теперь курс «Математика для всех» доступен на Степике. Проходите его все, все, все до единого. Вот сюда приходите на промо и дальше подписывайтесь. Он совершенно бесплатный. Так. Блог новостей номер пять касается гастролей. Вот сейчас в Майкопе я выступал. Завтра в Науке ПРО буду записывать ролики в Ростове-на-Дону. Затем вернусь в Москву на выходные, чтобы в понедельник улететь в Пермь. В Перми СМС здесь по ссылке идет регистрация вовсю. Дальше я переезжаю в Екатеринбург ночью. В Екатеринбурге выступаю на Российском экономическом конгрессе 12 сентября. В тот же день в хоровом училище на это внутреннее мероприятие. В тот же день открытое мероприятие. По ссылке внизу, опять же, регистрируйтесь в УРФУ. Для школьников будет открытая лекция. И в этот же вечер 12-го 4 лекции. Я там, наверное, умру. Но, тем не менее, да, 3 в Екатеринбурге. И одна в Сесерти, недалеко от Екатеринбурга. Будет открыта лекция в Сесерти. Там приглашает Ян Кожин, который сейчас занимается подъемом этого города. И это очень круто, по-моему, вообще, вот такие частные инициативы. Я прям очень приветствую. Меня приглашают. Я с удовольствием приеду, проведу открытую лекцию. Ну, какая-нибудь популярная математика, скорее всего. Математика вокруг нас, что-нибудь такое. Переночую в Сесерти. Утром меня увезут в Челябинск. Ну, куда в Челябинске? ЛИЦЕИ-31, естественно. Но не только. Не только ЛИЦЕИ-31, а также к Петру Земскову, к одиозному деду на канал. Привет. Привет всем любителям математики. Мы с ним что-нибудь запишем, и я у него в школе, наконец, побываю. В общем, ждите. Гастроли на Урале будут ужасно насыщенными и ужасно интересными. Я, значит, полуживой, вернусь с самолетом 20.00 из Челябинска в Москву 13 числа. Так, дальше будет куча записей в Москве, потом будет Орленок, потом будет Новосибирск и Томск. Ну, в Новосибирске и Томске просто следите за моей страничкой ВКонтакте, где будут подробности. Вообще, то, что будет дальше, я уже сейчас не смогу перечислить, потому что до декабря, до конца декабря будет 17 поездок по группам городов. И, соответственно, я просто не смогу сейчас взять и все перечислить. Если вот брать октябрь, то, значит, я могу, наверное, повспоминать Боровск будет, какие-то, ой, еще около Москвы там какие-то мероприятия будут, в Химках, что ли, что-то будет. Дальше я уеду в Уфу, на Шаталинскую школу, оттуда сразу сюда, снова на конференцию математических центров. Кстати, ссылка здесь, вот это надо сказать, так как мы здесь находимся. И я один из, как бы, близких к организации человек, людей. Вот конференция мат-центров, регистрируйтесь, участвуйте 12, 13, 14, 15, 16, 17 октября. Здесь побываю, так, снова в Москву, потом в Казань, потом в Набережные Челны, потом в Псков, потом в Саров. Это вот октябрь. Ну, вот ноябрь я уже не буду приводить, потому что, скорее всего, будут новости октября. Там уже подробнее будет про ноябрь и декабрь. Ну, в общем, это колесо закрутилось уже совершенно так, что сейчас мне присылают там приглашение где-то выступить. Вконтакте там, сколько мы договаривались, что я выступлю у них. Все, забили, дата, 18 сентября. Тут они пишут, Алексей Владимирович, можно вас сдвинуть попросить на денек-другой, да? У нас там вот какое-то руководство где-то, я говорю, я вас могу послать только в одно место, потому что следующая дата в январе. Они, вы на нас не обижаетесь, ну, как бы вы поймите, есть там вот важнее, не важнее. Я говорю, так, ребят, ну, там, даже если мы не будем говорить про остаточный принцип, вообще, как бы, работать по остаточному принципу неприятно. Но в любом случае, факт тот, что просто нет дат. Мне кажется, они просто этого не поняли. Вот, скорее всего, ближе к этому, там, какому-то января, который назначил, опять они встанут и скажут, ну что, да? Я скажу, ну что, теперь уже там июнь. То есть, не понимают, в принципе, люди не понимают, как устроен график. Ну, не понимают, значит, и хрен им, что же ты тут поделаешь, да? Кто понимает, к тому и приезжаем. Так, последний шестой блок, предпоследний, это вышедшие интервью. Ну, их много, я какие-то где-то затерял, но вот из важных. О, тут еще спец, да. Так, я сюда включу про спец, я забыл. Спец закрыли, заблокировал YouTube за, видимо, не знаю, за что. За то, что, ну, за то, что хорошие люди, короче, как обычно. Поэтому теперь у них канал Грань. У нас там, как бы сказать, западный мир уже чудеса толерантности и все, значит, демократии. Чуть что не так сказал, все сразу блочат. Ну, как и у нас. В общем-то, только у нас, как бы, не стесняются это делать. А там ханжество и лицемерие, а все то же самое. Значит, канал Грань я выступил. Ага, я сейчас вот включу это сюда. Да, аудио-статьи. Отличный разговор, значит, на канале у Павла Иванова по ссылке с МЭТом. У него два канала, один вот под миллион, другой под 500 тысяч. На том, который 500 тысяч, про школу как систему, ну, пофилософствовали, не знаю, да. Я говорю, что пока власть не очень собирается менять что-то, мы просто должны констатировать происходящее, чем я и занимаюсь. Так, четыре беседы с Сергеем Ивановским. Кстати, очень интересные вышли все четыре. Подписывайтесь на его канал, это мой друг из Питера. С удовольствием там, с ним записался. Вот. Популярный, значит, научно-популярный канал. Самая главная формула математики вышла на науки про. Бояршинов. И сегодня вечером я запишу еще одного Бояршинова, так что он здесь будет уже к моменту выхода новостей. Вот. Ну и да, ну что-то я позабывал. Так, и, наверное, последняя новость состоит в том, что музыкальный ролик, записанный в феврале 23-го года в Усть-Лобинске, в суперпомпезном лицее, значит, первый, этот университетский называется, ну, который, значит, под руководством Дерипаски строился, так и не прислали нам за все эти месяцы, кормили завтраками постоянно, так ничего и не прислали. Поэтому я даю последний шанс перед тем, как объявить просто, значит, что вот люди не могут сдержать свое слово. В общем, пока материала нет, надеюсь, что будет. Оставим шанс. Ну и в завершение на три минуты веселая история, как, значит, ракетки от бадминтона. Веселое путешествие ракеток от бадминтона называется. В июне, возвращаясь с Берендеевых полян в Москву, мы забыли ракетки бадминтонные в такси. Уже в поезде Кострома-Москва, мы спохватились с женой, я пишу смс там, Сергей, не забыли ли мы у тебя в машине? Он написал, Алексей, да, забыли. Все в целости и сохранности ждет тебя, когда снова приедешь. В августе я как раз снова приехал на школу Рыгородского туда же. И, значит, и получил назад эти ракетки, естественно, да, от Сергея. Он меня довез до Судиславля, я взял ракетки. И в поезде Ярославль-Москва на обратном пути их забыл на полке. Еще я говорю жене, говорю, все, они считают тебя в руках уже. Она говорит, не, пока не привезешь, не поверю. И прямо вот как назло, вот я выхожу, да, я же как, я сел в Ярославле, я их положил на эту полку, я кинул сверху кофту, синюю кофту Арктика, место силы. Кинул ее туда и говорю себе сам, говорю, ну я не забуду, сейчас такой холод, 13 градусов было, когда я садился в Ярославле, такой холод, что мне же в Москве понадобится кофта. Ну вот я и про ракетки вспомнил. В Москве плюс 17 или 19, солнце сияет, ну я выхожу в одной футболке, как сейчас, и все там забываю. Ладно. Жена говорит, все, брось это дело. Я говорю, нет, не брошу, я не сдамся. Я пишу заявление в РЖД, потеряшки. Мне присылается номер какой-то там, очень подробно описал, там написано прям Саватиевы на ракетках, то есть, ну все круто, да. И пишут, ваши вещи найдены, ура, приезжайте забирать. Местонахождение, камера хранения вокзала Ярославль главный. Ну, в моем графике Ярославль только в декабре. А там, значит, сказано, что хранение этих, значит, вещей только месяц, причем каждый день, значит, соответственно, по таксе обычных камер хранения, ну там типа по 200 рублей, наверное, в день. Ну, то есть они как бы, если приехать через месяц даже, да, они будут там плюс 6 тысяч накинут, ну еще за саму услугу что-то. Ну, в общем, ракетки с кофтой становятся постепенно золотыми. Но я не сдаюсь, я пишу моей хорошей знакомой, которая меня всегда туда приглашает, 33-й школы Ярославля, все знают, конечно, да, кто в олимпиадном движении. Я говорю, Ирина, можете попробовать забрать, ну, пожалуйста, да, попробуйте, вот паспорт, ну, вместо меня, ну, прикиньтесь мной. Ну, и, короче, она приходит в этот самый и забирает эти вещи. Я говорю, что за чудо? Сколько я должен? Говорю, нисколько. Говорю, как нисколько? Вы волшебница изумрудного города? Говорю, Ирина, вы волшебница изумрудного города? Она говорит, нет, Алексей, просто в РЖД тоже смотрят твои лекции. На этой мажорной ноте я говорю всем маткульт, пока! До новых встреч!